Апнеа Клаб Горький представляет Время 6 утра Казанское Голубое озеро Оно не такое, как Самарское Здесь придется прогуляться С грузами и со всей амуницией Посещение Самарского озера позволило ощутить контраст всего Красоты, доступности и удобства Такая последовательность явно выбрана не зря И это было правильное решение Ожидание одиночества не оправдалось В 6 утра желающих покупаться явно больше, чем совсем никого От цели не отходим, сложностями не напугать, все равно идем нырять Я о собаке говорю Не скажу, что я очень сильно удивился Увидев в 6 утра здесь людей Это было ожидаемо Но вот что удивило, это купальщики Их, конечно, немного Но смельчики и смельчихи нашлись От себя добавлю Как же сильно ощущается контраст температуры размером всего в 1 градус Здесь уверенно 6 градусов В Самаре было 7 Это, конечно, понятно Сырой гидрокостюм, раннее утро и все такое Но я замерз практически сразу же И все равно не остановился Как и все супермены-фридайверы Присоединившиеся к нашей немногочисленной группе нижегородских фридайверов Озеро, где мы сегодня погружаемся В здешних местах не единственное Их здесь три И мы выбрали, конечно же, самое глубокое Для нас самое подходящее От Самарского озера отличается составом воды Хотя основной химический элемент здешней воды Является производным от основного химического элемента Самарского Подробно останавливаться на этом не стану Сам не хиник Но по запаху вода похожа Пахнет, но меньше Самое большое отличие от Самарского озера Это обилие красок И перепады в глубин Вблизи основной карстовой воронки Расположилось поле Потрясающе по своему контрасту Глубина отсутствует Но это не повод отказаться от наслаждения Лицезреть потрясающие виды Недоступные обычному человеку Обильная растительность окружающего озера Внесла свою лепту Вода хоть и прозрачная Но наполнена всяческим растительным мусором Не то, чтобы это мешало Или вызывало негатив к этому месту Но как отличие от Самарского озера Очень актуально Места здесь заповедные Привлекают уйму туристов Правительство республики Вложило немало сил Для придания известности Этим красивым местам Оттого и легенда здесь поинтереснее Ниже чем в Самаре Основных легенды две Но зато какие Первая прострадающая от любви К погибшему на войне Сыну хана девушка Ушла в лес И лила слезы В тех местах Да так сильно лила Что ж растворилась Как будто и не было ее вовсе На этом месте И образовалось голубое озеро Под цвет ее бирюзовых слез С тех пор местные сторожила Стали говорить Что этот водоем Слезы наплаканные Отчаянной девушкой Я тут конечно Весьма сильно сократил историю Но главную суть Передал Вторая же легенда Не такая банальная И я бы сказал Даже неожиданная А красивые владычицы Подземных пучин И про ленивого Жутко некрасивого мужика Который заинтересовался Красавицей Решил взглянуть на нее Да и влюбить ее в себя Девушка была любопытная Поднялась из-под земли Собираясь посмотреть На странника Но когда увидел У его уродства Жутко разозлилась И швырнула его так Что земля треснула А потолок ее Подземного царства Рухнул Про слезы в этой истории Умолчали Но смею предположить Что образовавшийся провал Был заполнен Горючими слезами Разочарованного Ленивого мужика Глаза которого Были точь в точь Как цвет Чистый изумруд В процессе изучения Все изложенные информации О Казанских голубых озерах Можно наткнуться на множество Научных изречений Касательно происхождения озер Их флоры, фауны О редкости подобных явлений В мире И так далее И тому подобное Наш ролик Носит в первую очередь Развлекательный характер Основной целью которого Является сохранение истории Занятно проведенного время В одни сентябрьские выходные 2023 года Оттого сильно погружаться В научность изречения Всякого рода светил Я не стал Субтитры создавал DimaTorzok В любом случае Мы благодарны этому месту За возможность жить И не дышать По традиции Трапеза И дорога домой Это было классно Спасибо вам друзья За великолепную компанию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok